А вы в курсе, что этим летом сочинские полицейские выявили 2604 преступления? И более третий из них, а это более 700, уже раскрыто и раскрыто по горячим следам. Но курортный сезон еще продолжается, а как известно, это горячая пора не только для туристов, но и для тех, кто обеспечивает их безопасность. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, заместитель начальника УВД по городу Сочи, руководитель следственного управления, подполковник юстиции Александр Терещенко. И сегодня мы говорим о безопасности. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Ну, лето продолжается, туристов по-прежнему в городе много. По некоторым оценкам, даже на 35% больше, чем город вообще может принять. И пляжи заполнены более чем на 100%. Как такое количество туристов, которые одномоментно находятся здесь, на Черноморском побережье, влияет на криминогенную обстановку? И, возможно ли, часто курортники пополняют криминальные сводки? Ну, в общем, что говорит статистика? Ну, город Сочи, являясь круглогодичным курортом, пользуется огромной популярностью у наших горожан, у жителей нашей страны и зарубежья. Эта работа, которая проделана администрацией по благоустройству, модернизации города, не осталась незамеченной. И в текущем году город Сочи принял, как вы сказали, огромное и рекордное количество туристов. Естественно, в таких условиях наш город становится не только объектом протяжения отдыхающих, но и лиц с вынашивающими преступные намерения. И таким образом, иногородние граждане пополняют сводку и статистику криминальную не только в качестве потерпевших, но и в качестве обвиняемых и лиц совершивших преступления. На текущий момент в городе Сочи выявлено и раскрыто 324 преступления, совершенных иногородними гражданами. 19 преступлений, совершенными иностранными гражданами. Сотрудники правоохранительных органов нацелены на обеспечение безопасного отдыха наших горожан. Поэтому работа по выявлению и пресечению преступлений всеми категориями криминального элемента, она поставлена на особый контроль, чтобы обеспечить безопасный и комфортный отдых наших отдыхающих. Ну и, конечно, немало преступлений совершается на городских пляжах. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Наш материал про серийных пляжных воров, на счету которых около 20 преступлений. 18 краш на пляжах. В местах массового пребывания людей таков багаж совместной жизни супружеской пары из Дагомыса. Чтобы задержать их, сотрудники уголовного розыска разработали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате 49-летние местные жители были задержаны с поличным. Сценарий, по которому они действовали, был однотипен. Пара выходила на пляж, набережную или в парк, и мужчина похищал вещи, оставленные хозяевами без присмотра. В основном добычей были планшеты, мобильные телефоны, кошельки, дамские сумки. Установлено, что это супружеская пара. Между ними были четко распределены преступные роли. В то время, как мужчина похищал чужое обущество, женщина следила за ситуацией и в случае чего подавала ему определенные знаки. Супруги, кроме прочего, рассчитывали на свой возраст как средство уйти от подозрений. Поэтому долго оставались безнаказанными. Оба соучастника арестованы, возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Как все-таки удалось задержать этот криминальный тандем и выйти на их след? Расскажите. Здесь работа строилась в двух плоскостях. Во-первых, первая плоскость – это аналитическая работа. Сотрудники полиции проанализировали периодичность совершения преступлений, время, место, обстоятельства, почерк преступника. Ну и, во-вторых, профессионализм позволил задержать преступников фактически с поличным, что не дало им возможности отпираться и выстраивать версии своей непричастности. А слаженная работа оперативников и следователей в дальнейшем позволила изъять похищенное имущество у граждан и тем самым доказать причастность более чем к 20 эпизодам преступной деятельности. Что грозит теперь этим преступникам? Срок лишения свободы за подобные преступления до пяти лет. То есть достаточно большой срок. Достаточно. Ну, часто очень оперативникам приходится идти на разного рода хитрости, дабы задержать каких-то воров. Работаете ли вы под прикрытием? Ну, оперативная работа – это очень тонкая материя. Сотрудники полиции применяют различные формы и методы работы для раскрытия преступлений. Наша задача основная – делать это максимально незаметно, чтобы не доставлять дискомфорта горожанам, отдыхающим. Ну, а как мы это делаем? Я думаю, что это предмет профессиональной лекции, и мы его сегодня с вами не будем обсуждать. Ну, да. Ну, и в Сочи совершается также большое количество имущественных преступлений, кражи из квартир, с дачи, с гостевых домов, гостиниц, отелей. И очень часто они совершаются такие кражи свободным способом. То есть доступ через оставленную незакрытую дверь, через открытое окно. Но очень часто этим грешат курортники, которые очень расслаблены на отдыхе, обо всем забывают, в частности, о безопасности. Как много имущественных преступлений удалось раскрыть, и относятся ли они к категории трудно, может быть, раскрываемых? Да, действительно, в текущем году было совершено 265 краж из квартир, из гостиниц, из помещений, используемых под жилье. Но уже треть из них раскрыта, по остальным ведется работа. Осложнение в раскрываемости данного преступления происходит тогда, когда обращаются в полицию заявители несвоевременно. Утрачивается временной фактор, возможность раскрыть преступление по горячим следам. Тогда приходится уходить в аналитическую, рутинную работу, которая тоже приносит свои плоды. Единственное, что это происходит не сразу, не так быстро, как нам хотелось бы и хотелось бы нашим потерпевшим. Что касается свободного доступа, вы совершенно правы. Граждане, приезжая на отдых, пренебрегают элементарными правилами безопасности, оставляют незакрытыми двери на ночь, уезжая на долгий срок, оставляют открытыми окна первых этажей. Этим, естественно, пользуются преступники. Вот в этом году нами успешно раскрыто преступление, совершенное одним и тем же лицом на территории Центрального, Хостинского и Адлерского районов, когда, воспользовавшись беспечностью граждан, не забирающих дверь, преступник смог совершить более 20 краж из квартир. В настоящее время он нами задержан, уголовное дело направлено в суд, обвиняемое лицо взято под стражу, теперь грозит ему длительный срок лишения свободы. Ну и в продолжение еще курортной темы. Часто отдых связан с дегустацией вины и других алкогольных напитков. И туристы покупают их в торговых точках, не зная, что эти павильоны не имеют права осуществлять деятельность по торговле алкогольными напитками. Они не имеют, наверное, никаких оснований. Да и качество вина или того же пива не проверено никем. И я знаю, что полицейские проводят много рейдов, выявляя такие торговые точки. Как ведется эта работа и какие она результаты уже дает? Незаконный бизнес в сфере алкогольной продукции является, естественно, очень прибыльным. И поэтому предприимчивые граждане в летний период особенно пытаются на этом заработать, в принципе, довольно-таки существенный капитал. Нашими сотрудниками на постоянной основе в круглогодичном режиме проводится работа по выявлению и посещению правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. В текущем году уже выявлено более 450 таких правонарушений. Составлено более 600 административных протоколов. Изъято из незаконного оборота более 23 тонн незаконной алкогольной продукции. Вся эта продукция направляется на экспертизу. И в текущем году возбуждено уже 8 уголовных дел, по фактам реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Семь из них уже направлены в суд и по ним вынесены объявительные приговоры. От того, как мы сработаем в этом направлении, будет зависеть здоровье, безопасность и наших горожан, и пребывающих граждан, и авторитет нашего курорта. Поэтому работа по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции не прекращается ни на один день. Это замечательно, очень важная тема. Но и не менее важным остается вопрос о рынке туристических перевозок по экстремальным маршрутам. Туристы тоже очень любят выбирать такой вид отдыха. Расскажите, как обстоят дела, потому что в ходе рейдов полицейские находили в том числе очень грубейшие нарушения со стороны организаторов джиппинга. Как обстоят дела сегодня? Может быть возбуждены уже какие-то даже уголовные дела? К сожалению, криминальная и печальная статистика, связанная с дорожно-транспортными происшествиями именно этой категории водителей, осуществляющих экстремальные перевозки, она нам говорит о том, что в данной области еще не все в порядке. В прошлом году в Лазаревском районе было несколько фактов ДТП, в которых были и погибшие, и раненые. Поэтому, учитывая уроки прошлого, в этом году нами проведены многочисленные рейдовые мероприятия с целью упорядочения этой деятельности. В ходе мероприятий было установлено, что водители используют неисправные транспортные средства, переоборудуют их, скажем так, с нарушениями, и после этого автомобиль переследует требования безопасности перевозки пассажиров. Опыт водителей, к сожалению, не позволял им осуществлять такие перевозки по экстремальным маршрутам, но в силу своей беспечности, самонадеянности и желания заработать денег, они предлагали свои услуги нашим отдыхающим. Было проведено более 60 рейдов, в ходе которых изъято более 40 автомобилей, изъято и поставлено на штрафплощадку. Теперь судьбу этих автомобилей решит суд. В настоящее время уже возбуждено одно уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающий требования безопасности, здоровью, жизни граждан. Но работа, которую мы провели, она позволила вывести из тени данный бизнес и побудила предпринимателей более серьезно и осознанно подходить и ответственно подходить к вопросу предоставления такого вида услуг. Все транспортные средства, которые попали в поле зрения, проходят технический осмотр, проверяется их исправность, исправность узлов агрегатов перед выездом на маршрут. Водители также проверяются на соответствие по медицинским показателям, возможность их физически осуществлять данные перевозки. И в принципе мы нашли понимание, что предприниматели, они осознали, что данный вид бизнеса до самом деле очень прибыльный, но он должен быть также безопасным. Поэтому работа по джиппингу принесла в принципе свои результаты. Ну, вы говорите, что некоторые водители садятся за руль, не имея на это оснований, документов, опыта, вождения машин по экстремальным маршрутам. Другие в черте города садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как много таких водителей выявляют полицейские на сочинских дорогах? И что грозит таким водителям, которые предпочитают садиться за руль под градусом в связи с изменившимся законодательством в частности? Безопасность дорожного движения является также одной из основных и приоритетных задач полиции. В этом направлении ведется также постоянная работа. В текущем году сотрудниками ДПС выявлено более 227 фактов управления автомобилями водителями состояния алкогольного опьянения. Более 800 фактов, когда водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Лицам, в первом раз попавшимся на таком правонарушении, грозит длительный срок лишения водительских прав. Судьи принимают это решение в соответствии с действующим законодательством. А лицам, попавшимся второй раз за управлением или отстраненным от управления транспортными средствами за употребление алкоголя, грозит уголовная ответственность. В текущем году уже возбуждено 16 уголовных дел по соответствующей статье уголовного кодекса. И теперь кроме административного правонарушения, кроме лишения права, грозит виновникам уголовная ответственность. Ну и в завершении нашей программы такой вопрос. До начала учебного года остаются считанные дни. Я знаю, что полицейские проделали большую работу по проверке школ на предмет безопасности. И эта работа еще будет продолжаться до 1 сентября. Что уже сделано и хотелось бы узнать о результатах проведения рейдов по детскому закону. Мне тоже кажется, что это очень важно сегодня. В летний период времени сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с администрацией, с казачеством проводили рейдовые мероприятия. Выявляли наиболее криминогенные районы. По итогам этих мероприятий составлено более 130 протоколов административных. И в настоящее время при подготовке к 1 сентября, к учебному году, сотрудниками полиции проводится также обследование школ, обзывательных учреждений. А также местности, прилегающие к этим учреждениям, на предмет выявления незаконной реализации алкогольной, табачной продукции. И в ходе наших мероприятий уже зафиксировано более 18 фактов реализации табачной продукции на расстоянии, скажем так, меньшим, чем установлено законом. Изъято более 4 тысяч пачек сигарет. Ну а что касается непосредственно дня знаний, вся полиция в этот день будет переведена на усиленный вариант несения службы. Каждая школа, каждое обзывательное учреждение будет взята под особый контроль, под особую охрану. Для того, чтобы мы смогли обеспечить безоблачный, яркий, праздничный день нашим первоклассникам, нашим школьникам и их родителям. Спасибо большое за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был заместитель начальника УВД по городу Сочи, руководитель следственного управления, подполковник юстиции Александр Терещенко. Спасибо вам огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова